Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. В студии Юлия Гаврюшина я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 11 по 17 марта 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 259 сообщений о происшествиях, из них 16 преступлений, 8 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 59 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 5 человек. Так, 15 марта 2019 года в 12 часов 6 минут на зимней автодороге неподалеку от месторождения имени Титова Ненецкого автономного округа водитель КАМАЗа с полуприцепом утратил контроль над управлением грузовиком и совершил наезд на аналогичное транспортное средство, стоящее на ремонте. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель, который в момент происшествия осуществлял замену колеса на стоявшем транспорте. Пострадавший доставлен в больницу города Усинска, Республики Коми. 17 марта 2019 года около 11 часов на зимней автодороге в 85 километрах от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало 4 человека. Водитель автомобиля НЕФАС совершил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля НЕФАС, который доставлен санавиацией в Ненецкую окружную больницу, и три его пассажира. Они доставлены попутным транспортом в больницу города Усинска, Республики Коми. По данным фактам, сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу проводятся проверки. В ночь с 15 на 16 марта 2019 года на улицах города Наринмара и поселка Искатели сотрудниками Госавтоинспекции округа проведено рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель». В рейде приняли участие представители Общественного совета при УМВД России по Ненецкому автономному округу Вера Дроздова и Ольга Кузьмина, которые раздавали водителям профилактические памятки и бутылочки с питьевой водой, призывая тем самым водителей пить воду за рулем, а не алкогольные напитки. Кроме того, участие в мероприятии впервые приняли представители Добровольной народной дружины поселка Искателей, которые помимо охраны общественного порядка оказали помощь автополицейским в поддержании безопасности дорожного движения в поселке. В ходе профилактического мероприятия сотрудниками отдела ГИБДД проверено более 70 единиц транспорта. Выявлено 7 административных правонарушений. Из них одно по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Управление транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения. Сотрудники полиции напоминают, что за вождение транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Госавтоинспекция и общественники призывают всех жителей округа не оставаться равнодушными к этой проблеме и сообщать в полицию о людях, которые садятся за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии. Сотрудниками управления в конце февраля-начале марта на территории округа проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Вахта» с целью выявления, пресечения и профилактики преступлений и административных правонарушений. Стражами порядка осуществлен выезд на территории месторождений и удаленных населенных пунктов округа, где проверены организации, объекты, находящиеся на месторождениях, а также торговые точки. Всего за период проведения мероприятия по линии отдела по вопросам миграции проверено 43 иностранных гражданина и выявлено 4 факта нарушения миграционного законодательства, такие как незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации и незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности в Российской Федерации. По трем фактам лица привлечены к административной ответственности и им назначены наказания в виде штрафов. Иностранным лицам по 2 тысячи рублей каждому и должностному лицу 25 тысяч рублей. Еще по одному факту проводится проверка. Сотрудниками ОГИБДД в ходе вахты проверено 250 единиц автотранспорта. Выявлен факт управления транспортным средством водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. При проверке торговых точек в двух магазинах выявлены факты незаконной реализации алкоголя. В одном алкогольная продукция реализовывалась без соответствующих документов. Из незаконного оборота изъято 12 литров алкогольной продукции. А в другом магазине также реализация осуществлялась без документов и без системы ЕГАИС. Из незаконного оборота изъято более 200 литров алкогольной продукции. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки. Кроме того, за период проведения ОПМ-вахта выявлены два лица, один из них иностранный гражданин, незаконно хранившие в служебных балках наркотические средства без цели сбыта и употреблявшие их без назначения врача. В отношении мужчин составлены административные протоколы, которые рассмотрены судом, иностранному гражданину назначены штрафы на общую сумму 10 тысяч рублей, а россиянину на общую сумму 8500 рублей. Житель Наринмара увидел на интернет-сайте Авито размещенное объявление о продаже игровой приставки. Заинтересовавшись, он вступил в переписку с продавцом, в ходе которой узнал, что товар находится в другом регионе, и его владелец готов отправить приставку сразу после полной ее оплаты. Мужчина перевел 4000 рублей по реквизитам, которые ему сообщил продавец, после чего игровую приставку он так и не получил, а ее хозяин перестал выходить на связь. Уважаемые жители округа, чтобы не стать жертвой мошенников, не переводите деньги и не приобретайте товары у малознакомых или незнакомых лиц. Пользуйтесь только проверенными сайтами и продавцами. Если вы все же решили приобрести товар с доставкой, то требуйте, чтобы вам отправили его посылкой с наложенным платежом. И вложенной описью. И проверяйте содержимое полученной посылки еще до ее оплаты. С января по март 2019 года в средней школе поселка Искателей для учащихся начальных классов проходит цикл занятий по правилам дорожного движения в лаборатории безопасности. Ребята учатся разбираться в тонкостях дорожной науки, используя специальные площадки, оборудованные для изучения правил дорожного движения. В этом им помогают специалисты центра. За период обучения ребята освоили темы в трех модулях – пешеходная, пассажирская и двухколесная безопасность. Полицейские убеждены, что подобные занятия не только учат безопасности, но и убеждают школьников, насколько важно быть законопослушными участниками дорожного движения. Служащий правоохранительного органа имеет особый статус представителя власти, задача которого – обеспечение порядка и безопасности в обществе, а также защита прав субъектов. В ходе исполнения служебных обязанностей сотрудникам полиции приходится сталкиваться с гражданами, не согласными с действиями представителей закона. Часть таких граждан считают нужным не подчиняться законным требованиям и оказывают активное сопротивление полицейским, зачастую применяя насилие в отношении представителя власти. Между тем, в действующем уголовном законодательстве ответственность за преступления, совершенные против сотрудников полиции, предусмотрена специальными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовно ответственный за насильственные действия или угрозу ими сотруднику полиции статья 318 Уголовного кодекса Российской Федерации возникает с момента 16-летия. Насилие в отношении лиц, указанных в статье 318, совершается путем нанесения побоев, которые не представляют опасности для жизни и здоровья и могут быть опасны для жизни и здоровья. Наличие угрозы для жизни в результате избиения полицейского является определяющим фактором при отнесении преступления к определенной категории. За избиение сотрудника полиции максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. Если в результате побоев возникла угроза жизни потерпевшего, то деяние квалифицируется как тяжкое и срок предельного наказания – 10 лет заключения. Помимо лишения свободы, судом могут устанавливаться и другие меры наказания, такие как штраф до 200 тысяч рублей, штраф в размере дохода, полученного за период, не превышающий 18 месяцев, работы принудительного характера сроком до 5 лет, арест до полугода. Справочно. За февраль 2019 года органами следствия возбуждено два уголовных дела по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации по фактам совершения гражданами преступлений в отношении сотрудников полиции при исполнении последними служебных обязанностей. 15 марта 2019 года стражи порядка в рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщик, где торгуют смертью» посетили школу номер 1 и 3, где провели с учащимися профилактические беседы, направленные на привлечение их к участию в профилактике немедицинского употребления наркотиков. Полицейские рассказали подросткам о правовых последствиях употребления наркотиков, а также об ответственности за их сбыт, показав при этом видеофильм, в котором рассказывается о сломанных из-за наркотиков человеческих судьбах и прерванных жизнях, а также о работе органов внутренних дел по противодействию незаконному обороту наркотиков. В конце встречи сотрудники управления ответили на вопросы школьников и раздали им памятки, содержащие в себе информацию о контактных телефонах, на которые они могут сообщать информацию обо всех известных им наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, о нарушениях правил легального оборота наркотиков и о других преступлениях и правонарушениях. Стражи порядка напоминают, что также и все жители о данных фактах могут сообщить в дежурную часть управления по телефону 02 или 4-21-26 и в отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону 6-00-47 и 8-911-650-57-49 либо на телефон доверия управления по номеру 4-21-52. Анонимность гарантирована. В дежурную часть управления обратился мужчина 96-го года рождения и сообщил, что он пострадал от действий мошенников. Полицейским он рассказал, что с целью найма жилого помещения он просматривал объявления в сети интернет. И на сайте «Из рук в руки» его внимание привлекло предложение аренды по довольно низкой стоимости. Он связался с контактным лицом и ему сообщили, что для того, чтобы получить номер телефона владельца квартиры, ему необходимо оплатить 4 тысячи рублей. Молодой человек согласился и в банке перевел требуемую сумму по реквизитам. Получив номер телефона, он позвонил и ответившая женщина подтвердила, что она является хозяйкой квартиры и что ей в данный момент неудобно разговаривать, так как она находится на работе и попросила перезвонить ей после 18 часов. Но впоследствии этот номер так и не ответил. Уважаемые жители округа, чтобы не стать жертвой мошенников, не переводите деньги незнакомым или малознакомым лицам. Пользуйтесь только проверенными сайтами. 15 марта 2019 года сотрудники Управления МВД России по Ниинскому автономному округу посетили общеобразовательные школы города Наринмара с профилактической лекцией по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде. Правоохранители разъяснили школьникам об опасностях терроризма, о мерах безопасности в сети интернет, и об ответственности за преступления экстремистской и террористической направленности. Напомнили ребятам о мерах собственной безопасности и правилах поведения в случае обнаружения подозрительных предметов. Полицейские обсудили со школьниками алгоритм действий, которых им надо придерживаться при возникновении различных нестандартных ситуаций. А также обратили внимание подростков на негативные последствия ложных сообщений об акте терроризма. Сотрудники полиции рассказали о том, какая ответственность предусмотрена за ложное сообщение об угрозе теракта. После лекции старшеклассники смогли получить ответы на интересующие их вопросы. По статистике число дорожно-транспортных происшествий с участием детей увеличивается в период школьных каникул. Чтобы этого не допустить, сотрудники ГИБДД во взаимодействии с педагогами образовательных организаций в течение текущей недели проводят тематические беседы со школьниками и их родителями. В ходе проводимых бесед уделяется внимание вопросам безопасности перехода на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, соблюдению правил перевозки детей в автомобилях, популяризации использования в темное время суток светоотражающих элементов учащимися. В период школьных каникул особое внимание инспекторов Дорожно-патрульной службы ГИБДД будет обращено на соблюдение водителями правил перевозки несовершеннолетних пассажиров и правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Также наряды ДПС ГИБДД будут приближены к местам массового скопления детей. Уважаемые граждане, получите государственную услугу в электронном виде еще быстрее. В период с 18 по 21 марта 2019 года при обращении в информационный центр ОМВД России по Ниньевскому автономному округу с целью получения справки о наличии либо отсутствии судимости через единый портал госуслуги. Срок выдачи готовой справки сокращается до трех дней. Справки по телефону 45702-42378. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ниньевскому автономному округу по телефону 02-421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова